Вес этого автомобиля без малого полторы тонны. Денис Домников без особого труда поднимает его над землей. Вот уже много лет он занимается тяжелой атлетикой, поэтому когда поступило предложение принять участие в фестивале силового экстрима Силы Кубани, особо не раздумывал. Второй раз участвую в прошлом году, пропустил в этом году. Пришел посмотреть за пацанов поболеть, посмотрел. Народу мало, решил выступить, попробовать. Я слышал, как мой позвоночник хрустит. Очень сложно, тяжело. Четвертый фестиваль собрал 8 экстремалов из Ростовской области, Ставрополя и Краснодарского края. Это опытные спортсмены, которые профессионально занимаются тяжелой атлетикой. Организаторами фестиваля выступили администрация города-курорта Анапа и руководство Виноградного сельского округа. Этот праздник спорта, естественно, посвящен 75-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Когда-то, 75 лет назад, люди, сильные духом, любящие свою родину, освободили нашу землю от фашистской гадины. А сегодня люди, сильные духом, сильные телом, будут в память об этих наших героях соревноваться. Испытания проходят в нескольких номинациях. Одно из наиболее сложных заданий – переворот покрышки. Ее вес – более 300 килограммов. Еще одно испытание – коромысло. 240 килограмм нужно пронести 20 метров. Здесь все зависело от воли к победе. Для одних дистанция показалась бесконечной, для других – что-то вроде легкой прогулки. Как быстро идет, Кирилл, до финиша! Также тяжеловесы прошли испытания «Веселый фермер», подъем груза от груди и становая тяга легкового автомобиля. Здесь с дистанции сошло больше всех участников. Для многих это задание оказалось не под силу. Все зрители за тебя! Александр, давай! В результате упорнейшей борьбы, которая длилась без малого 4 часа, определились победители. В весовой категории до 105 килограмм лидером стал Роман Намазов из Таганрога. Свыше 105 – Сергей Жохов со Ставропольского края. Организация очень хорошая. Я не думал, что будет такая организация, поэтому очень понравилась. Если будет на следующий год, естественно, мы еще раз приедем с удовольствием. В следующем году фестиваль силового экстрима «Сила Кубани» отпразднует свое пятилетие. Организаторы пока не раскрывают все детали проведения мероприятия, но обещают, что свой день рождения он отпразднует с новыми и яркими победами. Руслан Душевский, Анапа. Регион.